Благодаря новым телефонам huawei nova компания пытается донести стиль и элитарность средний сегмент рынка смартфонов что они для этого сделали об этом сейчас и поговорим и так убийца nexus 6p huawei nova ну честно говоря это никакой не убийца и уж тем более не конкурент nexus 6p во первых компания не будет убивать свой другой продукт просто потому что ей нужны бабосики во вторых у 6p своя философия здесь своя небольшое вступление но оно необходимо для того чтобы сразу поставить хоть и не жирную но точку в данном сравнении знаете есть вещи которые например где-нибудь в европе принимаются без проблем а в россии с большим трудом будь то маленькие автомобили платные туалеты и имиджевые смартфоны но есть конечно исключения среди мобильников это два бренда какие я думаю вы догадываетесь и напишите их в комментариях подсказка один из производителей фрукт а другой производит даже стиральные машины которые к слову стучат по голове так вот во всех остальных случаях переплачивать за дорогой но красивый смартфон в россии не принято поэтому когда смартфон только представили была мысль в духе кому он кто сейчас кризис потратить свои 30 35 тысяч рублей на среднячок тут даже никакие изыски с селфи камерой или дизайном не помогут но повая сделала ход как говорится конем и нового подешевела и тут-то это стал очень интересный смартфон huawei новая имеет следующие технические характеристики операционная система android 6 0 5 дюймовый full hd дисплей ips матрица 441 точка на дюйм процессор qualcomm snapdragon 625 8 ядер cortex a53 2 гигагерца на ядро графика andreno 506 оперативной памяти 3 гигабайта постоянный 32 слот под micro sd связь стандартов 4g 3g вайфай bluetooth gps nfc здесь тоже присутствует glonast конечно же тоже есть камеры основная на 12 мегапикселей с автофокусом съемка видео вплоть до 4к 30 кадров в секунду фронтальная 8 мегапикселей аккумулятор 3020 миллиампер час несъемный размеры устройства 141 на 69 толщина 7 целых одна десятая миллиметра масса устройства 146 грамм цена на момент выхода видео около 23 тысяч рублей в имиджевом дизайне новый прослеживается преемственность nexus 6 пик как я говорил вначале это новый смартфон местами его напоминает чем круглый сканер и вставка из стекла на задней панели где разместилась основная камера и вспышка на дисплее вокруг сетки разговорного динамика находится объектив фронтальной камеры лево и светодиодный индикатор датчики приближения освещенности справа это я все показывал и об этом говорил еще в распаковке сейчас стоит буковка и нажмете на нее и сможете посмотреть распаковку под экраном находится надпись huawei не сказать что она мешает вроде даже наоборот как-то заполняет пустоту кнопки управления смартфона на экранные на правом торце находится качели регулировки громкости и кнопка включения блокировки она такая красненькая очень сексуальная на левом торце расположился слот с комбинированным лотком для сим-карты формата nano sim и для второй симки либо карты памяти micro sd снизу мы видим внимание тайп си порт зарядки сетку динамика под которой находится собственно динамика разговорный микрофон сверху находится джек 3,5 миллиметров и микрофон для шумоподавления в целом когда берешь аппарат в руку то ты понимаешь что черт поверью хуауэй умеет делать классные вещи собран отлично выглядит современной я бы даже сказал трендово дизайне очень нравится на матовом корпусе отпечатки пальцев почти не остаются удобная обтекаемая форма смартфона это вообще отдельная тема эргономика ум смартфона на высоте и не скажешь что это смартфон на 5 дюймов экран смартфона full hd 441 пиксельный дюйм матрица ips под данным производителя углы обзора здесь просто потрясны для такой матрицы и это правда да экран читаем под любым углом не выцветает яркость вполне неплохая но на очень ярком сорту придется прятать смартфон от лучей а в любом другом случае экран видно отлично слову экране он распознает до 10 одновременных касаний теперь давайте о самом вкусном как я думаю о камере сначала сухие цифры для хомячков основная камера нового получила 12 сильный фото модуль размер пикселя 1 25 микрометра с обычной светодиодной вспышкой светосила объектива составляет f2.2 наличие также гибридный автофокус совмещенный фазовые контрастные методы обеспечивающие высокую скорость и хорошую степень детализации максимальное разрешение снимка составляет 4032 на 3016 точек при 12 мегапикселей соотношение сторон 4 к 3 и 4032 на 2240 точек 9 мегапикселей при пропорциях кадра 16 9 широкоугольный объектив фронтальной камеры на базе 8 мегапиксельного датчика может похвастаться светосила f2.0 максимальное разрешение 3264 на 2448 точек 8 мегапикселей 4 к 3 и 1264 на 1836 точек 6 мегапикселей 16 9 соответственно основная камера умеет снимать видео разрешение 4к 3840 на 2160 точек 30 кадров в секунду а вот для фронтальной камеры доступно только качество full hd с такой же частотой кадров весь контент сохраняется в файлах контейнерах mp4 сохранилась также возможность замедленной съемки до четырех раз 120 кадров в секунду а также таймлапсов с качеством hd 720 точек так хомячки довольны поставили лайк выключили видео дальше смотрят нормальные пацаны и девчонки и так камера здесь просто бомбическая если вы сейчас терпели слушали все эти никому не нужны в 2016 году циферки должны были быть приятно удивлены нет а если вот прямо сейчас вспомнит ценник 23 тысячи рублей а теперь открываем новую вкладку с гуглом вводим туда huawei p9 смотрим ценник закрываем возвращаемся сюда и теперь внимание сенсор камеру ты точно такой же как у p9 вот я об этом и говорил фокусировка быстрая фотки сохраняются моментально отличный автобаланс белого экспозиции в родном приложении камера много различных настроек что сразу показывает на то что камера здесь не просто так далеко не просто так есть ручные настройки с выбором замеры экспозиции со выдержки экспо коррекции фокусировки баланса белого секси с фронтальной камеры все поскромнее но там тоже есть свои плюшки такие как водяной знак аудиозаметка и зеркало а также есть идеальное селфи но это признаться зашквар я только за реальные фотки в соцсетях дайте людям уже посмотреть на настоящего человека ну хотя если вам 14 лет и у вас организму происходит вот это все вы понимаете то для вас это то что доктор прописал если не включать красивое лицо конечно это фронтальная камера близка к идеалу снимает физиономии во всех деталях начинка смартфона вполне неплохая хватит поиграть в несильные требовательные игры емкость аккумулятора 3020 миллиампер час этого хватает смартфона в среднем с утра до вечера при долгом жестком использовании игры будет кушать примерно часов 5 потом попросит подзарядиться энергию в расширенных настройках диспетчера батареи где находится оптимизация мониторинг энергопотребления предлагаются три режима производительный онлайн видеоигры умный повседневная работа и энергосберегающий последний режим рекомендуется при низком заряде батареи превращает умный аппарат в ту простите обычный телефон когда можно совершать лишь голосовые вызовы просматривать контакты обмениваться сообщениями смартфон работает под управлением android 6 версии с фирменной оболочкой эмошен и уай 4 1 последняя к слову ну такое рекомендовал бы поставить хотя бы google старт на место родного лаунчера в общем и целом хова иного это красивый удобный тонкий смартфон с потрясающей камеры в своем сегменте и быстрым для повседневных задач процессором оправдывает ли он свои 23 тысячи рублей которые за него просят да полностью оправдывает нет я не говорю что но вы это лучший смартфон который можно найти за эти деньги вовсе нет у него достойные конкуренты но найти критические недостатки чтобы можно было сказать из-за этого не покупать не стоит не удается а это означает что можно брать друзья большое спасибо что посмотрели данное видео до конца обязательно подписывайтесь на нас на ютюбе в соц сетях все ссылочки есть в описании конечно же пользуйтесь сайтом gadgetmania.ru для того чтобы экономить на своих покупках в интернете но мы с вами совсем скоро увидимся и там вот сейчас на экране видосики тоже стоит их пересмотреть потому что они там не просто так совсем скоро увидимся всего доброго пока пока пока